Приветствую вас. Вопрос, который вы задаете, состоит из двух частей. Первая часть – это как отпустить людей из прошлого. И вторая часть – это почему не получается перемена к лучшему. Я посмотрел ваш профиль, и первый вопрос, который вы задавали, является вопросом в раздел «Эзотерики». И меня посетила мысль, что, возможно, вы задали вопрос для эзотериков по тому же типу, что и задаются сейчас. То есть вы думаете, что ответ на ваш вопрос можно дать полный, так сказать, объемный, адекватный, исходя из вот той информации, которую вы предоставили нам. И вы имеете на самом деле право так думать, потому что в разделе «Эзотерики» вы, наверное, написали такой вопрос. И, в общем-то, вы можете думать, что психология работает так же, но, к сожалению, нет. Психология – это наука, и наука опирается на данные, которые человек анализирует. И вот этих самых данных вы привели очень и очень мало. По сути дела, вы просто задали вопрос, почему у вас не получается отпустить людей из прошлого. Но сразу напрашивается встречный вопрос. Чем эти люди держат вас, почему они не отпускают вас и так далее, понимаете? Конечно, я постараюсь дать вам общие рекомендации. Я постараюсь ответить вам на вопрос, но поймите, пожалуйста, что если вы задаете свой вопрос в раздел «Психология», то необходимо как можно больше информации о вас, о вашей жизни, о том, что происходит у вас, что вы чувствуете, что вы переживаете и так далее. Итак, почему не получается отпустить людей из прошлого? Вообще говоря, причин этому может быть очень много. Начиная от того, что эти люди для вас дороги, и вы надеетесь с ними сохранить отношения, надеетесь сохранить с ними связь. Во-вторых, эти люди дарились когда-то вам очень яркие эмоции, очень сильные эмоции. Сейчас они вам, вероятно, их не дарят, но вы по инерции, по старшей памяти пытаетесь еще, ну, как бы, к ним тяготеть. Потому что надеетесь, что они дадут вам то, что вы, вот, хотите, то, что вам, собственно говоря, нужно. Они этого, к сожалению, не делают, они этого не дают, но вы надеетесь, и в результате, именно из-за того, что вы надеетесь, они вас и не отпускают. Соответственно, давайте попробуем подумать с вами вот о чем. Вот вы пишете такую вещь, да, что людей из прошлого отпустить вы не можете. Давайте подумаем, что вы получали в этом самом прошлом раньше такого, чего теперь не получаете. Чего вы лечились? Вот ответ на этот вопрос поможет вам понять, что же вас удерживает в прошлом. Я бы сказал, что очень может быть, что вы осознанно или неосознанно удерживаете в себе некую ответственность за те ситуации, в которых вы были в прошлом. То есть, предположим, в прошлом вы какие-то вещи, какие-то поступки, поведение ваше было неправильно. И вы считали, что, считаете до сих пор, что вы поступали неверно. Жалеете и надеетесь все исправить, хотя понимаете, что исправить это невозможно. Но, тем не менее, исправить хотите. Соответственно, здесь нужно понять, что вы были в ситуации, вот в той ситуации, в которой вы сейчас жалеете, вы были в той ситуации, в одной роли. Это была роль субъекта. А сейчас вы находитесь в другой роли. И эта роль уже наблюдателя. Роль наблюдателя и субъекта очень разная. И нельзя требовать и нести ответственность в разных ролях одинаково. То есть, когда вы в роли субъекта, в определенной ситуации, вы ограничены в своем и ее восприятии. Потому что вы находитесь внутри нее. Соответственно, всего решения, или, точнее сказать, полного многообразия решений, вы не видите. А видите только те решения, которые вам доступны как субъекта. И правда в том, что других решений видеть вы не можете. Потому что вы субъект. Наиболее полным видением является, когда человек наблюдатель. Но встав в эту роль, начав быть в этой роли, человек уже не может на ситуацию повлиять. Так соблюдается баланс. Такова аксиома и парадокс в том, что человек, помня, как он был в роли субъекта, не может принять себя в роли наблюдателя, потому что давно пройди какое-то время. И вот, собственно, это основная причина, по которой люди склонны корить себя за какие-то моменты прошлого. Тем самым, прошлое они отпустить не могут. И из-за этого, собственно, они мучаются, переживают и не могут, значит, отпустить прошлое и начать жить дальше. Далее, почему у вас не получается перемен? Почему не получается перемен их лучше? Ну, вообще говоря, для того, чтобы ответить на этот вопрос, я надеюсь, вы помните, что я вам говорил в начале ответа. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, какая у вас цель, то есть цель перемены, хорошо. А какого рода эти перемены? Правильно ли вы понимаете эти перемены? Для чего они вам, эти перемены? Это, как бы, цель. Далее, у любой цели есть требования. У любой цели есть условия. И у любой цели есть средства. Так вот, эти моменты, эти элементы для осуществления любой задач вам нужно грамотно, возможно, с помощью психолога, возможно, самостоятельно, если вы хотите этого, тут уже все зависит, как бы, исключительно от вас, от вашего желания проанализировать. Потому что пока складывается ощущение, что вы имеете цель. Цель у вас достаточно четкая, да, это перемены к лучшему, но как правильно это делать, вы не можете, вы не понимаете, вы не знаете, как правильно это делать. И в результате у вас не получается. кроме того, вас что-то удерживает в том состоянии, в котором вы сейчас, и, скорее всего, что-то вы из себя, из этого своего состояния, в котором вы находитесь, вы получаете. То есть, вы что-то выигрываете из того, что вы сейчас имеете. что-то вам как бы нравится. Несмотря на то, что вы понимаете, да, что это плохо, что перемены нужны, и вы как бы в принципе этих перемен хотели бы, но ваша мотивация для этих перемен, ну, по моему мнению, недостаточно для того, чтобы они пришли к своему логическому завершению. и тогда можно говорить о том, что вам нужна мотивация достаточно четкая и, ну, как бы сказать, более структурированная мотивация для достижения тех целей и задач, которые у вас есть, и четкое понимание, для чего вы это делаете. А также осознание, что вас удерживает в том вот состоянии, в котором вы сейчас находитесь. То есть, это на самом деле не люди вас держат. Это на самом деле не какие-то обстоятельства конкретные вас удерживают. Это удерживает то, что вы хотите, это удерживает ваши стремления, ваши желания, ну, немножечко неправильные, немножечко неправильные реализованные, немножечко неправильные, неправильно реализующие действия. И вот вам нужно правильно их реализовать. По сути дела. Вам нужно правильно реализовать ваши желания. Вот в принципе то, что я хотел вам сказать. Пожалуй, это является самым главным и самым основным. То есть в любом случае, в любом случае, вне зависимости от того, какие у вас на самом деле обстоятельства, вы все равно пройдете вот эти вот вопросы, так или иначе, чтобы избавиться от прошлого и начать жить в будущем. Чтобы завершить все незаконченные, по вашему мнению, ситуации в прошлом, нужно сделать правильные выводы из них. То есть прийти к какому-то четкому определенному решению которые бы скажем так вас устраивало, которые бы вам помогло лучше понять то, что было в прошлом и которые помогло бы вам извлечь определенные знания, определенные выводы, определенное понимание. И не нужно думать, что вы сможете исправить то, что было в прошлом. Вообще говоря, не сможете, потому что эти ситуации уже прошли, но важно извлечь выводы, понять свои ошибки и в будущем таких уже огрехов таких оплощенностей не допускать. на этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи.